В Риддере прошел праздничный концерт, посвященный Дню рождения столицы нашей республики и национальному празднику Дню Домбры. В городском дворце культуры собрались жители и гости Риддера, чтобы увидеть яркое выступление Оркестра казахских народных инструментов имени Байжигита и артистов Восточно-Казахстанской областной филармонии. Выступление артистов и творческих коллективов было посвящено празднованию двух знаковых дат – Дня столицы и Дня Домбры. В Риддере концертное представление собрало полный зал и публика не осталась разочарованы. Люди, которые ждали этот концерт, уже в течение двух-трех месяцев мы говорили, что оркестр имени Байжигита у нас будет поступать, и артисты областной филармонии тоже будут поступать и приедут с большим концертом. И, наконец-то, это состоялся. Вообще, вот в рамках проекта «Аулум Алтенбейсеге» областная филармония, этот концерт к нам приезжает уже третий раз. Более 50 артистов поздравили присутствующих со сцены и порадовали слушателей не только произведениями казахской национальной музыкальной традиции, но и бессмертной классикой. «Мы прибыли на гастроли по приглашению Акима города, чтобы показать свое творчество. В программе будут представлены как современные произведения, так и наши народные кьюи. С нами на сцене будут и коллективы Риддера. Мы подготовили очень разнообразную программу. Надеюсь, Риддерцам очень понравится. Поздравляю всех с такими замечательными праздниками». В рамках концерта были награждены победители городского конкурса «Мирилы Отбаса». «Такие мероприятия способствуют продвижению семейных ценностей и являются примером для подрастающего поколения, что семья – это самое главное в нашей жизни. Также бы хотела поздравить с праздником Днем Астаны, с национальным Днем Домбры всех казахстанцев. Желаю нам всем крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой». Для гостей мероприятия была организована ярмарка-выставка изделий прикладного искусства. Талантливые мастера Риддера представили свои лучшие работы. «Я занимаюсь изготовлением украшений из природного камня и бисера. Розовым кварцем, например, даже проводят терапию. Это называется литотерапия. Куклы, то есть врачи со специальным образованием, они изучают природные свойства камня, потому что каждый камень, он излучает определенную длину волны, вот, излучение идет. И любое излучение, конечно, влияет на наш организм». «Куклы делаются в технике чулочной. Ну, как видите, куклы называются домовые. Это интерьерная кукла. И сегодня вот в честь вот такого дня, такого праздника, Дня Астаны, Дня Добры, привезла вот показать людям свои изделия». Яркое представление и праздничная атмосфера подарила зрителям массу положительных эмоций.